Краевой смотр-конкурс на звание лучшего поселения Краснодарского края, организованный Законодательным собранием Кубани, проводится для повышения эффективности работы органов местного самоуправления, развития и укрепления экономического потенциала поселений. В группе поселений с численностью свыше 10 тысяч человек почетное третье место заняло Анастасиевское сельское поселение. Кубанские депутаты утвердили итоги краевого конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края. Определены 24 поселения, занявшие призовые места в 8 группах в зависимости от численности населения. Победителям будет направлено 58 миллионов рублей дотации из бюджета региона на решение вопросов местного значения. Это еще одна возможность за счет краевых средств благоустроить территорию, отремонтировать инженерную инфраструктуру, сделать пространство комфортным для проживания. В числе призеров престижного конкурса «Анастасиевское сельское поселение», где расценили этот успех как общую победу всех причастных к этому представителей администрации депутатского корпуса жителей. «Сделано очень много за прошедший год. Сделано благодаря любви, труду, вниманию всех наших жителей, всех наших земляков, вниманию районной администрации в лице главы муниципального образования «Астанинский район» Романа Ивановича Сенеговского, депутата, законодатель собрания края Черняцкого Виктора Васильевича, которые всегда и ежедневно нам стараются помочь. Наши жители очень трудолюбивы, очень много сил вкладывают и благоустройство, и в то, чтобы свои личные хозяйства подсобные были красивые, ухоженные». И в нынешнем году идут работы по строительству трех тротуаров протяженностью около полутора километров. Планы есть большие. «Это на 153 миллиона рублей в августе начинается реконструкция очистных сооружений в микрорайоне ПМК-5. А на 205 миллионов рублей выделено благодаря депутату Госдумы Ивану Ивановичу Демченко и Виктору Васильевичу Черняцкому. Мы начинаем также в августе строить сельский дом культуры на 150 мест. Очень хочется, чтобы развивались и наши хутора». Администрация поселения все вопросы благоустройства решает вместе с депутатами. «Это повышает эффективность работы». «Любая победа достается трудом серьезным, поэтому то, что мы стали победителями, заняли третье место в краевом конкурсе, смотря, это, конечно, серьезное достижение для нашего поселения. Но в первую очередь это заслуга наших жителей и работы администрации, нашего главы Александра Григорьевича, который, вы знаете, настолько беспокоится и переживает о каждой мелочи в нашей станице, о каждом земляке, о его проблемах. Настолько глубоко в это все вникает, что, ну, как бы, это очень здорово, что эту работу оценили настолько высоко». Галина Лубышева руководит сельским домом культуры, в котором также произошли серьезные изменения к лучшему. «В этом году нам выделили средства более 2 миллионов рублей по программе, в ходе которой мы заменили в нашем большом зале Дома культуры. Это сердце нашей станицы культурное, куда приходят жители от мала до велика. Здесь проходят все наши мероприятия, общестаничные бывают, даже и районные, и краевые. И вот теперь у нас 525 новых, замечательных, современных кресел, что, конечно, не может не радовать». Очень значимой силой в Анастасиевской являются ТОСы, которым многое по плечу и на счету которых немало добрых и полезных дел. «Объемы работы очень большие, потому что у каждого станицы на квартале почти 3000 жителей, это много. Большие территории, но квартальные, имея большой опыт, мы вместе работаем, мы постоянно вместе собираемся, строим планы и затем их притворяем. Благодаря квартальным работает программа по оказанию помощи администрации по отсыпке щебня. В прошлом году только отсыпано более 5000 кубических метров щебня, работает программа по кооперативам, по водопроводам, везде помогают жители». Лучшие администраторы по работе с населением сами активно работают по благоустройству и привлекают к этому неравнодушных жителей. «Проводится очень много работы, то есть это асфальтирование дорог, асфальтирование тротуаров. На моем лично ТОСе в 2023 году была полностью проасфальтирована дорога протяженностью 450 метров, проложен тротуар, все было облагорожено, также завозится очень большое количество щебня за счет администрации. «Работаем над освещением в станице, это обязательно, потому что дети, взрослые, кто-то с работы, кто-то в секции ходит. Вот у нас тоже было проведено освещение, озеленение проводится в станице, очень много делается детских площадок». Да, здесь есть чем гордиться. Свежим асфальтом радуют улицы и тротуары, гравийные дороги подсыпаются и разравниваются. Привлекает Анастасиевцев храм, который сверкает золотом своих куполов в центре станицы. Парк Станичный хорошеет с каждым месяцем. Детвора всегда может поиграть на детских площадках. А какие прекрасные благоустроенные дворы и участки есть у станичников. Мы побывали во дворе у Елены Семеновой. Здесь есть много интересного. Бассейн с фонтаном и мини-водопадом, золотыми рыбками, красивые дорожки, много цветов и зелени. Все сделано с любовью. Потому и расцветает Анастасиевская, что здесь всем не все равно. Благодаря участию в целевых программах и активной жизненной позиции главы поселения Александра Семко, который только что отметил свой 60-летний юбилей и для него победа в краевом конкурсе была прекрасным подарком, удается обеспечить благоустройство на высоком уровне. Победа в краевом конкурсе стала для всех анастасиевцев значимым достижением. Моральные стимулы в этом случае будут подкреплены материальными в виде солидной дотации из краевого бюджета. Анастасиевцы довольны тем, что живут в поселении и уровень комфортности, в котором отвечает современным требованиям. Работы по благоустройству будут продолжены и в 2024 году. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».